Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Вновь мы на канале Новый Горизонт. И мы с вами приготовим очень вкусный торт. Торт Наполеона, друзья. И всего понадобится нам несколько ингредиентов. Любимое тесто. Тесто слоёное, бездрожжевое. Дорогие друзья, у каждой хозяйки свой рецепт приготовления торта Наполеона. Я покажу вам сегодня свой рецепт. Вот у меня два пласта прекрасного теста, бездрожжевого теста. Посмотрите, я режу один пласт наполовину. Затем каждую половину разрезаю ещё пополовинке. Посмотрите, друзья. Я не раскатывала тесто. Как пласт был готовый, так я его, как говорится, разложила. И каждую половину ещё я делю. Посмотрите, дорогие мои друзья. Я вот таким образом разрезаю на полосочки. Посмотрите, вот такие симпатичные полосочки. Разрезаю каждый пласт. Каждую половину вернее. То есть, вот такие будут узенькие. Один пласт мы разрезали. Ну, мельчить не каждый, не обязательно, друзья. У кого-то кто-то вот таким образом получится. У меня вот заготовки один пласт будет примерно где-то по два сантиметра. А другой пласт будет заготовочка у меня вот по сантиметру. Итак, дорогие друзья, очень просто. Мы сейчас на наш противень сложим все заготовочки. Запихраться, друзья. На противень разложила наши заготовочки. И отправляю их где-то минут на 12-15 в духовку при температуре 200 градусов. Для крема, дорогие мои, мы берём с вами сливки. У меня вот сливки, домик в деревне. Здесь 450 грамм. Мы возьмём где-то грамм 300 сливок. И возьмём с вами сгущёнку. Здесь у меня сгущёнка тоже от торговой фирмы Сметанин. Так, но крем, дорогие друзья, можно сделать и на сливочном масле, и на сгущёнке. Это уже на ваш вкус. То есть, но, предупреждаю, все продукты должны быть одинаковой температуры, комнатной температуры и сгущённое молоко, и масло. Масло должно быть тоже комнатной температуры, если вы выбираете этот вариант. Но я сегодня выбираю вот такой вариант. Сливки и сгущённое молоко. И вместо орешек я возьму, дорогие мои, ядрышки. Посмотрите, семечки. Подсолнечные ядрышки. Мы с вами выливаем наши сливки. Давайте всё выливаем. Здесь 450 грамм пачки. Мы вылили. И до мягких пиков мы с вами взбиваем наши сливочки. Как взбили наши сливки до мягких пиков, мы, друзья, сейчас вливаем с вами сгущённое молоко. Понемногу. И взбиваем, друзья. Где-то тоже грамм 150-200. Наш крем, друзья, готов. Посмотрите, вот какой он пышный. Замечательный, густой, хороший крем. Мы его откладываем. Наши заготовочки, друзья, уже готовы. Посмотрите, какие они пышненькие получились. Сейчас они должны вами распределить первый слой крема. И укладываем наши заготовочки. Посмотрите, друзья. Сейчас я вам покажу, уложу заготовочки. И покажу. Мы с вами... Вот таким образом, друзья, у нас разложены наши заготовочки. Посмотрите, в один слой. Сложили с вами второй слой. И распределяем наш крем. Вот на второй слой мы можем с вами добавить уже наши зернышки. Посмотрите, друзья. Ну, вы можете орешки добавить. Это на ваше усмотрение. Можно вообще ничего не добавлять. Ну, у меня вот, мои домашние, как-то им этот рецепт больше нравится. Наполеона. Чтобы что-нибудь такое на зубах ещё и поскрипывало, как говорится. Посмотрите. Вот орешки распределили. И теперь мы с вами укладываем наши заготовочки. Посмотрите, друзья. Вот таким образом мы с вами укладываем наши заготовочки. Смотрите. Проделив крем по второму слою, мы утопили наши заготовочки в креме. Вы посмотрели. Теперь, дорогие мои, мы можем также тоже посыпать щедро. Смотрите сами. Есть у вас эти зернышки? Нет. Можете не делать, не посыпать. А я посыпаю. Меня любят мои. Я посыпаю. То есть в оригинале, конечно, у нас торт Наполеон. Но он идёт у нас в бисквит этот. Идёт только слоёное тесто и крем. Всё. Три ингредиента, как говорится. Слоёное тесто, сливки и сгущённые. Друзья, мы оставим с вами несколько вот таких вот заготовок. Для того, чтобы мы их потом превратили в крошку. Чтобы обсыпать. Посмотрите, я вот эти заготовочки вот таким образом. Друзья, и посыпем наш тортик сверху. Дорогие мои, вот посмотрите, я сейчас наш тортик. Он у нас уже готов. Прошло время, подошло. И я его выкладываю на красивое блюдо. Конечно, вот какой замечательный получился. Но сейчас, дорогие мои, я хочу его разрезать напополам. Вот так. И соединить. Чтоб был он у нас. Вот таким образом я его разрезаю. И соединяю, друзья. Вот так. Чтоб был тортик наш. Таким. Замечательно. Ну и поставлю в холодильник ещё на... Смотрите, друзья. То есть я наш один пласт разрезала на две половины, соединила. И у нас получился вот такой замечательный высокий тортик. Теперь я... Друзья, у нас здесь вот остались крошки. Посмотрите. И этими крошечками мы их сейчас меленько перемнём вот так. И этой крошкой мы обсыпем наш тортик. Посмотрите, друзья. Я обсыпаю со всех сторон. Дорогие мои, наш торт готов. Я думаю, что каждому из вас этот прекрасный, я хочу сказать, бюджетный и очень быстрый, лёгкий в приготовлении. Замечательный десерт. Тортик на плюм. Понравится. Всего вам доброго, дорогие мои. И до новых встреч на моём канале Новые Горизонты. Новые Горизонты. Новые Горизонты. Субтитры сделал DimaTorzok